МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинских чиновников призывают вновь сесть за парты. Академия государственного управления предпрезиденте страны объявляет набор в магистратуру. Победа одна на всех. В Карагандинской области побывала медиа-экспедиция из российского города Нижневартовск. Молодые люди собирают материалы о работе советского тыла в годы Великой Отечественной войны. Наказ от старших товарищей. В Саранском гуманитарно-техническом колледже студенты отделения физкультуры встретились с именитыми спортсменами области. Отделение колледжа в этом году отмечает 10-летний юбилей. Учиться никогда не поздно. Это доказывают отечественные госслужащие, которые все время находятся в поиске возможностей для саморазвития и личностного роста. Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан, нацеленная на подготовку кадров нового формата, открывает свои двери для всех, кто хочет пополнить копилку знаний. С целью разъяснения правил приема в академию в шахтерскую столицу прибыл ответственный секретарь приемной комиссии Осет Абжаков. Человек, который трудится на благо государства, должен на постоянной основе развиваться профессионально. Сделать это можно, пройдя обучение в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Данная академия является уникальной площадкой по подготовке лидеров и профессиональных управленцев. Каждый госслужащий, имеющий не менее одного года опыта на госслужбе, может попытать свои силы и сдать необходимые тесты, чтобы поступить в академию. Обучение осуществляется по программам магистратуры и докторантуры. Чтобы проинформировать карагандинских госслужащих о преимуществах обучения в Академии, из столицы прибыл ответственный секретарь приемной комиссии Осет Абжаков. Он поведал о том, как за последние годы изменились критерии отбора абитуриентов. Начиная с прошлого года, Академия, как раз таки ставя во главу угла приоритет подготовки, отбора, формирования пола наиболее талантливых государственных служащих, существенно изменила правила приема на обучение в Академии. В частности, мы отошли от традиционной формы тестирования и в качестве оценки индивидуальных и профессиональных качеств претендента мы применяем такие формы, как собеседование, написание эссе. То есть те формы, которые позволяют нам понять о том, какими причинами руководствуется государственный служащий при выборе Академии для поступления. Обучение в Академии проводится на трех языках. На период обучения за госслужащим сохраняется его место работы и должностной оклад. Для учащихся созданы все условия для комфортного пребывания в Академии. Имеется общежитие. Обучение ведет высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Также предусмотрены стажировки в ведущих вузах мира. Выпускники Академии вспоминают период обучения как вторую студенческую пору. Это, так сказать, вторая студенческая жизнь. Вспомнили студенческую жизнь. Было много интересного. Конференции были, встречи с известными людьми. Мы проходили стажировку в Словакии, в Австрии. Данные навыки нам очень пригодились. На базе Академии открыты бесплатные подготовительные курсы по английскому языку для государственных служащих. Прием документов для поступления в Академию осуществляется в период с 1 марта по 13 июля. С момента своего открытия в 2005 году из стен Академии выпустились около полутора тысяч госслужащих с полным набором профессиональных и личностных компетенций, отвечающих самым высоким требованиям. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Колонна ретроавтомобилей «ГАЗ-М20» побывала в Казахстане. Выбор средства передвижения, сделанный еще 6 лет назад для первой экспедиции, не случайен. «Победа» – первая гражданская машина, выпущенная в стране после войны. По мнению организаторов, она символизирует мир и мирное развитие. За 22 дня участники пробега должны преодолеть более 9 тысяч километров. Путешественники собирают информацию, как в годы войны жил и работал советский тыл. Кортеж из раритетных автомобилей «ГАЗ-М20» «Победа» выехал из российского Нижневартовска 17 апреля. Объезжая города России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представители молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, чтобы как можно больше узнать о тех непростых годах. Медиаэкспедиция так и называется «Победа одна на всех». Мы знаем, что в Казахстан было эвакуировано огромное количество предприятий, госпиталей, детских домов. И на самом деле здесь чуть ли не каждая восьмая гильза, которая была на фронте, она именно выливалась здесь, в Казахстане, отливалась. Поэтому об этом мы должны знать и эту информацию мы должны распространить и в России, и в Казахстане, и в Кыргызе, и в Узбекистане, потому что победа нам сам дана на всех. И вклад каждой республики, он велик. Потому что люди работали, люди уходили на фронт, и об этом мы должны рассказывать. И это то, что нас объединяет всех. О трудовых подвигах в тылу участникам экспедиции рассказали непосредственные участники. 94-летняя Любовь Юрьевна Исаева с начала войны работала токарем на военном заводе по производству боеприпасов, затем медсестрой на эвакуационном пункте. После занималась разъяснительной работой с военнопленными. А это стены первого цеха эвакуированного военного завода имени Пархоменко, который находится вблизи Майкудука. Именно здесь выпускали боеприпасы для фронта. Завод был эвакуирован из Украины в первые месяцы войны. В кратчайшие сроки было налажено производство. Историк-краевед Тимиргали Аршабеков рассказал гостям, что Карагандинская область, как место сосредоточения эвакуированных предприятий, была выбрана не случайно. Близость объектов угольной и столеплавильной производств сыграли решающую роль в выборе местности. Конечно, у нас имеется вот сразу, мы начали до этого работу, например, шахта, так называемый конный откат. То есть уголь выводили через это, как бы, гоны, вагонетки и прочее. А как по прибытию этого завода, началось это сразу, прибыли также вот несколько сотен инженеров, также вот рабочих. И сразу началось уже, поднималось производство, сразу же. У нас очень многие, например, заводы из Артемовского требовала у нас обувной фабрика, из Астрахана у нас великая кондитерская фабрика, тоже пришел, эвакуация вот. Всю информацию участники медиа-экспедиции тщательно документировали на видеокамеру. По итогам визита в каждый город ребята готовят фильм, а по окончании автопробега будет подготовлен один большой документальный фильм о том, как победа и таковалась не только на фронте, но и в тылу. Отдельно стоит рассказать о других участниках экспедиции. Это автомобили «Газ М-20 Победа». Всего в кортеже четыре ретроавтомобиля. Всем им глубоко за 60 лет. И каждый автомобиль имеет собственное имя. Маэстро, Смуглянка, отсылка к легендарному фильму в бой идут одни старики – «Катюша» и «Мурманск». Все они абсолютно в оригинальном состоянии. То есть тут свои родные двигатели, свои родные коробки передач. Все самые важные агрегаты, конечно, родные. Но какие-то моменты мелочи, аккумулятор там, какие-то мелочи, конечно, мы обновляем. А вообще, конечно, машину мы сохраняем, чтобы она была раритетной, необходимо, чтобы сохранялась запчасть оригинальная. В Караганде российских гостей встречали в парке Победы. Вместе с ветеранами и представителями городских властей они возложили цветы к монументу героям Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания. Все участники автопробега – это молодые люди, некоторые еще студенты. И это неудивительно. Организаторы намерены преподнести всю собранную информацию в молодежном формате. Для того, чтобы молодежь разных стран могла взаимодействовать, могла дружить и реализовывать проекты. Участники надеются, что уже в следующем году к этой акции присоединится молодежь Казахстана. Впереди у медиа-экспедиции другие города нашей страны, Кыргызстана и Узбекистана. Завершится автопробег в День Великой Победы – 9 мая. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинские режиссеры-постановщики воссоздают ожесточенный бой у станции Паныри Курской области, в котором погиб наш земляк Амантай Довлетпеков. Масштабная историческая реконструкция готовит сотрудники Дворца культуры Нового Майкудука. Более 500 человек примут участие в масштабном мероприятии, приуроченном ко Дню Победы. В канун празднования Дня Великой Победы сотрудники Дома культуры Нового Майкудука взялись за реконструкцию масштабного боя у станции Паныри Курской области. 5 мая у карагандинцев появится возможность окунуться в события лета 1943 года и стать свидетелями крупного боя между советскими и фашистскими солдатами. Режиссером-постановщиком исторической реконструкции выступил Дияр Акпаров. Он отметил, что подготовка к зрелищному событию идет полным ходом. «Нам предоставляется возможность использовать военную технику, порядка 10 единиц будут пушки, плюс к этому нам помогут с пиротехническими устройствами. Но на протяжении этого месяца мы уже с нашими ребятами, с участниками, с режиссерской группой подготовили декорации. Это в части амбанирования, это в части оружия, это в части гранат, муляжей, касок и так далее». 28-летняя Аян Каарым работает юристом в детском доме Таншолпан. Несмотря на то, что молодой человек не является профессиональным актером, он отметил, что сделает все, чтобы достойно сыграть роль героя Советского Союза Амантая Давлетбекова, который с доблестью сражался в битве под панырями. Аян Каарым, как и сотни остальных участников, каждый вечер часами готовится к исторической реконструкции, чтобы в мае представить внимание у карагандинцев с настоящее зрелище. Молодой человек несказанно рад возможности принять участие в столь масштабном мероприятии. «Для меня это большая честь, и я, как говорится, отношусь более к ответственности, потому что сыграть героя Советского Союза не каждому дано. И мне, как я, не профессиональный актер, но постараюсь передать те эмоции, которые были там». Масштабное мероприятие состоится 5 мая на учебном полигоне «Спаск» в 12 часов дня. Депутаты городского маслехата отметили, что с транспортировкой граждан проблем не возникнет. Все желающие смогут добраться до полигона на автобусах. В настоящее время уже идут переговоры с автопарками города, организацией Караганды-Су, а также стадионом «Шахтер». Жители и гости города, желающие увидеть грандиозный бой воочию, должны собраться перед Домом культуры Нового Майкудука в 10 часов утра. Стоит добавить, что в числе почетных гостей мероприятия будет и правну героя Советского Союза Амантаеда Литбекова. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Школьникам рассказали, как останавливать кровотечение и накладывать шину. В преддверии летних каникул медики и полицейские проводят мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма. Одно из таких мероприятий областное управление здравоохранения провело в гимназии номер 95. Вне зависимости от уровня перелома, руку надо поставить в так называемое физиологически выгодное положение. То есть это согнуть 90 градусов в локте, развернуть кисть и поставить на шину. Старшеклассникам рассказывают, как правильно накладывать шину при переломе. Это первое и практически единственное, что может сделать обычный человек для помощи пострадавшему. Около месяца осталось до начала летних школьных каникул. Большинство детей и подростков будут предоставлены сами себе. А большой город – это большая опасность, заявляют медики. И потому будет не лишним еще раз напомнить школьникам о правилах безопасности. Медицинские учреждения всегда участвуют. Просто мы хотим более масштабно задействовать эту акцию, чтобы максимально привлечь внимание к данным проблемам. Потому что детское здоровье – это первичерной вопрос здравоохранения. Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотра взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Конечно же, возникновению травм способствуют и психологические особенности детей. Любознательность, большая подвижность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. Школьники заявляют, что такие практические мероприятия являются чрезвычайно полезными. Нам рассказали много нового, я лично для себя узнала. Нам показали, как оказать первую помощь, как вести себя в таких ситуациях. Лично для себя я усвоила много нового. Технику безопасности и правила, как себя вести в такой ситуации. Помимо демонстрирования некоторых способов доврачебной помощи, подросткам рассказали о правилах поведения при пожаре, а также напомнили о правилах дорожного движения. Организаторы заявляют, что этот урок заставил школьников пересмотреть свое поведение на улице. Классный час был организован совместно с Управлением охраны общественного здоровья Октябрьского района Караганды и местной полицейской службой. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Уже на протяжении 10 лет Царанский гуманитарно-технический колледж готовит учителей физкультуры. По случаю юбилея в учебном заведении состоялся торжественное мероприятие, на котором студенты колледжа встретились с именитыми спортсменами Карагандинской области. Футбол, баскетбол, казахская национальная борьба, хоккей, легкая атлетика. Вот далеко не все виды спорта представлены в отделении физкультуры и спорта Саранского гуманитарно-технического колледжа. В эти дни отделение отмечает десятилетие со дня открытия. За эти годы подготовлено большое количество учителей физкультуры, отмечает руководство учебного заведения. Десять лет нашей специальности, за десять лет наши студенты достигли большого. Кто-то стал преподавателем физической культуры, кто-то стал мастером спорта по своему виду спорта. Очень много достижений за десять лет. И хочется отметить, что за десять лет мы выпустили около более 150 выпускников. И наши выпускники сейчас распространились, можно сказать, по всей Карганинской области. Еще раз хочу поздравить наш колледж с таким знаменательным праздником. Сегодня в отделении физическая культура и спорт в четырех группах обучается 320 человек. Среди них и Габиден Касенов. Он признался, что поступил именно в этот колледж, потому что здесь училась его сестра. После окончания Габиден намерен работать тренером по легкой атлетике. Сегодняшняя встреча насчет спортсменов. Я надеюсь увидеть Ольгу Рыбакову, как она легкая атлетка, бывшая, не бывшая, она легкая атлетка. Я хотел бы у нее спросить, как она всего этого добилась, сколько она занималась спортом. Ну, просто самой в охоту увидеть живую. Со студентами встретились такие именитые спортсмены, как Асыл Барменов, призер турнира «Казахстан-Борысы», мастера спорта международного класса по самбо, братья Шинкеевы, Ержан и Олжас и многие другие. Кто-то из них продолжает успешную спортивную карьеру, а кто-то уже сам является наставником, передавая опыт молодому поколению. Как, например, мастер спорта по греко-римской борьбе Реймбек Сыздыков. Выпускники колледжа работают в нашей спортивной школе Олимпийского резерва, такие как Байбетов-Сундет, Самал-Жумабаева. Также наша спортивная школа является Олимпийским резервом, которая готовит саранских спортсменов, которые представляют наши спортсмены на областных, республиканских, и также на международных соревнованиях. В этом году, помимо десятилетия отделения физкультуры и спорта, колледж отмечает 95-летний юбилей. В учебном заведении уверены, что колледж занимает достойное место в педагогическом сообществе региона. Успешное становление и развитие колледжа стало возможным благодаря людям, преданным профессии. Руководство учебного заведения заявляет, что именно учителя составляют золотой фонд. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В Караганду приехал московский цирк имени Юрия Никулина в лице известных укротителей тигров Артура и Карины Багдасаровых. Российские артисты привезли для маленьких карагандинцев новую захватывающую программу под названием «Планета 13». Феерическое шоу оценила и наша съемочная группа. Чтобы научить тигров слушаться команд и бесстрашно прыгать через огненные кольца, требуется несколько лет упорного труда. Укротить диких зверей удается немногим. Одни из них – Карина и Артур Багдасаровы, снискавшие мировую известность. В Караганде артистов не было почти 10 лет. Чтобы утолить тоску карагандинского зрителя, знаменитый дуэт привез новое шоу «Планета 13». Мы у вас в последний раз были 10 лет назад, привезли абсолютно новую программу, московский цирк Никулина, все звезды нашего цирка здесь и, конечно же, на докуску тигры. Знакомство Артура и Карины Багдасаровых с цирком состоялось в глубоком детстве. Брат-сестрой – представители уже третьего поколения цирковых артистов. На сегодняшний день это прекрасный дуэт, который славится слаженной работой и профессионализмом. Красивая и бесстрашная Карина обращается с дикими кошками, как со своими детьми. Каждому из тигров дрессировщица проявляет материнскую любовь и ласку. В настоящее время брат-сестрой работает с шестью тиграми. Самому старшему из них 20 лет. И родом он из Караганды. А самому старшему 20 лет. Он, кстати, местный карагандинский. Вот такой вот браток. Он приехал домой, понимаете, как ему уже 20 лет. Ему в таком возрасте он все равно полон сил, он выполняет совершенно все трюки. Он прыгает, он делает все то, что он делал в молодости. То есть хорошая карагандинская такая генетика, да, закалка дает ему вот эти силы. Походы в цирк – неотъемлемый атрибут счастливого детства. Неповторимую магию под куполом цирка создают артисты. Среди артистов нет случайных людей. Каждого из них в цирк привели судьба и любовь к искусству. Очень часто артисты создают семьи и приобщают к любимому делу своих детей. К примеру, иллюзионистка Виктория Хиль впервые вышла на манеж в три года. С тех пор цирк стал для нее родным домом. Здесь же она и встретила своего супруга Николая Спира. Сегодня супружеская пара работает вместе, погружая зрителей в мир иллюзий. Ну, иллюзия. Почему иллюзия? Потому что у меня отец, он инженер, и он выдумывает эти трюки, он сам их делает, он полностью реквизит делает самостоятельно сам. И, естественно, я с мужем и показываем. Насчет травмоопасности иллюзии, ну, это, знаете, можно встать с кровати и ногу сломать. Ну, были такие моменты, когда в иллюзии где-то что-то пошло не так, и мне один раз нож прошел четко вот так вот под глазом. Вот. Ну как, травмоопасно, наверное, если бы я без глаза осталась. Помимо аттракциона «Тигры-шоу» маленьких карагандинцев ждут выступления веселых клоунов, жонглеров, иллюзионистов, канатоходцев, а также дрессировщиков, яков и верблюдов. Артисты готовы удивлять своих любимых зрителей захватывающими дух номерами. Если вы хотите ощутить атмосферу таинственности и волшебства, то приобретайте билеты в кассе цирка. Московский цирк Никулина пробудет с гастролями в Караганде вплоть до 20 мая. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам 413340 и 412228. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Абонсал Волстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова